Привет, друзья! Вы на канале Кулинарием с Викторией. Сегодня готовим апельсиновый пирог по-новому. Этим необычным рецептом пирога поделилась со мной моя подруга. Пирог получается очень вкусный, он совсем не горчит и понравится всем членам семьи, без исключения. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления нам понадобятся апельсины, сахар, яйца, разрыхлитель, мука, растительное сливочное масло и щепотка соли. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. У двух апельсинов снимем цедру и отожмем сок. Понадобится 100 мл сока, я использовала уже готовый, можно отжать самим. Затем 2 апельсина полностью очищаем от кожуры и от белых перегородок, чтобы ничего не горчило. Вот так. И нарезаем их на тонкие дольки. Для удобства сразу подготовим формочку, смажем ее кусочком сливочного масла и выстелим пергаментной бумагой. Размер моей формочки 24 см. Затем на горячей сковороде растопим 60 г сливочного масла и 120 г сахара. И регулярно помешивая доведем смесь до консистенции карамели. Вы сразу почувствуете карамельный запах и увидите, как поменялся цвет. Готовую карамель сразу переливаем в подготовленную формочку. И аккуратно, слегка поворачивая, распределяем ее по дну всей формочки. И сразу сверху выкладываем подготовленные апельсины. Общей сложностью у меня ушло 3 больших апельсина и 100 мл готового сока. Приготовим тесто. В емкость выбиваем 3 яйца. Добавляем 180 г сахара. И щепотку соли. Взбиваем миксером в белую пышную массу. Масса должна увеличиться в 2-3 раза и побелеть. Добавляем подготовленную цедру и сок апельсина. И 120 г растительного масла без запаха. Растительное масло можно заменить растопленным сливочным. Еще раз перемешиваем и начинаем просеивать 250 г муки. Просеиваем 2 чайные ложки разрыхлителя. И еще раз перемешиваем до однородности, так чтобы не осталось никаких комочков. Обратите внимание на консистенцию теста. Оно стекает ленточкой с лопатки. И выливаем подготовленное тесто сверху на апельсины. Распределяем по всей поверхности формочки. Формочку пристукиваем, чтобы вышел лишний воздух. И отправляем запекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Запекаем пирог до сухой зубочистки. Даем ему немного остыть. Сверху накладываем тарелку и переворачиваем. Это апельсиновый карамельный пирог перевертыш. Посмотрите, какое чудо у нас получилось. Поверьте, получается очень-очень вкусно. Я даже не успела сделать фотографии пирога в разрезе. Гости сразу смели все со стола. Обязательно приготовьте и попробуйте. Не забудьте поставить лайк. Пишите мне ваши комментарии. Желаю всем удачной выпечки. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.